Жизнь бьет ключом, украинские заметки, часть 2, Национал ревью, США. Джейн Ардлингер, Национал ревью, США. 15 декабря 2019 года. Читайте первую часть. Американский скандал вокруг импичмента стал для Украины головной болью, но при этом нанес страну на карту мира. Так считают сами украинцы. Да, но как быть с двумя революциями за одно десятилетие? В 1991 году Советский Союз распался, и бывшие республики вроде Украины обрели независимость. В 2004 произошла первая революция, оранжевая. Это демократическое восстание тронуло людей по всему миру. Одного из кандидатов в президенты, Виктора Ющенко, отравили. Ющенко выжил, но его лицо обезобразилось до неузнаваемости. Ющенко пришлось пройти через многое. Раньше он считался невероятно красивым мужчиной, им он остается и поныне. Он выжил, но покушение изменило его самосознание, отняло благополучие и безопасность. Он показал невероятный пример мужества и отваги, физической и душевной. Я видел его в Давосе в январе 2005 года, на пике его уродства. За долгие годы благодаря постоянной медицинской помощи внешность Ющенко вернулась почти что к нормальной. На него было больно смотреть, но он держал себя с великим достоинством. И, честно говоря, я не видел лица благороднее. Ющенко пробыл президентом Украины с 2005 по 2010 год. За первые два года президентства он перенес 26 операций под наркозом. Один врач даже поразился, что вообще может сидеть. Ющенко менял рубашку по несколько раз в день, из-за кровотечений. О его президентстве бытуют разные мнения. Но в мужестве этому человеку не откажет никто. Оранжевая революция оказалась мирной и бескровной, если не считать самого Ющенко. Путин не мог поверить, что Украина способна на подлинно демократическое восстание. Не иначе как в происке ЦРУ. Бывших габистов не бывает. Такой человек всегда будет мерить всех по себе. Спустя 10 лет после Оранжевой революции наступила вторая. Это демократическое восстание стало известно как Евромайдан и тоже взволновало людей по всему миру. К сожалению, бескровие на сей раз не обошлось. Примерно 100 протестующих были убиты. Сегодня их чествует как небесную сотню. Президент Виктор Янукович, как я уже упоминал, бежал в Россию. На Украине он в розыске за государственную измену. Он бежал ночью 21 февраля 2014 года при содействии российских войск. Затем Путин аннексировал Крым и развязал войну в Донбассе, восток Украины. В 2017 году я разговаривал с Владимиром Карамурзой, лидером российской демократии. Кстати об отравлениях, их Карамурза пережил не одно, а целых два. И все равно упрямо добивается своего. Это очень смелый человек. По ходу интервью я спросил его, почему Украина так важна в российском контексте. Он ответил, путинская мотивация к агрессии на Украине вовсе не геополитическая. С внешней политикой она не связана. Это сугубо внутреннее дело. Не передел сфер влияния и не восстановления бывшей Советской империи, хотя режим их рассматривает как некий побочный эффект. Нет, ответил Карамурза, главный импульс был именно внутриполитический. По крайней мере, на мой взгляд. Задумайтесь, когда Путин увидел кадры с сотнями тысяч людей на улицах Киева и как Янукович спешно садится в вертолет и покидает страну, они ему не понравились. Заметьте, авторитарного клептократа свергли уличные акции протеста. На улицах Киева мне часто попадаются свидетели Яговы, запрещенная в России организация, примечание редакции и на СМИ. Они свободно раздают свои брошюры. А вот в России они не только запрещены, но и преследуются по закону. Дикость какая? В мое детство в Аннарборе, штат Мичиган, продавалась туалетная бумага с изображением Вуди Хейса, у АОДАЕС. Это был легендарный тренер наших футбольных врагов из штата Огайо. На Украине же продается туалетная бумага с Путиным. Кстати о моей родине. На Украине работает аннарборская компания Дамино Пицца. Прямо на площади стоит колесо обозрения. Мила, не правда ли? Картошка фри на улицах называется по-бельгийски. Процитирую Википедию. На право считаться родиной картошки фри претендует Франция и Бельгия. В Америке картошка фри называется по-французски. Примечание редакции и на СМИ. Я в эти разборки не встреваю. Просто ем. Захожу в ресторан около 10 часов вечера. Меня встречает милая молодая официантка. Переспрашиваю, вы сказали Бон Джорно? Так и есть. Оказывается, это итальянский ресторан, и персонал увелено приветствовать клиентов на итальянский манер. Я не стал ей говорить, что Бон Герно в самой Италии не говорят, особенно после Илпранза, то есть после обеда. Заказываю Кока-Колу без сахара. Мне улыбается молодой официант. Может, льда? Слава Богу, он своего клиента знает. Об отношениях американцев со льдом я уже писал в прошлом году. Печально быть неграмотным, когда не знаешь даже алфавита. Хотя бы буквы. Допустим, я и венгерского не знаю, но в Будапештской опере хотя бы прочту в программке имена и фамилии. Потом расскажу, что Арию Юдефи из замка герцога Синей Бороды пела такая-то. В Киеве у меня этого не выходит. С грехом пополам я научился различать слово «выход». Рад как ребенок. Не жалеете, что не вложились в испанскую сеть магазинов одежды Зара. Они по всему миру, почти как Магданальдсы. Магазинов электронных сигарет тоже попадается немало. Выпить модно. Можно заказать экскурсию в Чернобыль. Многим такое по вкусу. Полагаю, особую популярность чернобыльским турам принес недавний телесериал о ядерной аварии, которая произошла в 1986 году. Чернобыльская АЭС стоит неподалеку от города-призрака Припять. В Киеве настолько приятно и интересно, что забываешь, что где-то идет война. Сидя в кафе не для хипстеров, об этом и не догадаешься, говорит мой друг. На одной из главных улиц города есть стенд украинского кризисного медиа-центра. Это календарь, на котором отмечены жертвы. Инсталляция снабжена следующим текстом. Каждый божий день на работе мы или на учебе, на свидании или в кино отдыхаем в горах или на берегу моря. Оплачен кровью и жизнями украинских военнослужащих и женщин. Более 4000 украинских солдат отдали свои жизни. Более 15000 получили ранения. Мы платим за каждый день мира. Всего война унесла жизни свыше 14000 человек. Солдаты гражданских лиц. Украинским солдатам, погибшим на войне, посвящена длинная стена. Мне она чем-то напомнила вьетнамский мемориал в Вашингтоне. На стене надпись. Военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов, которые погибли за единство Украины. Это мне перевели. Погибшие сгруппированы по датам. В отличие от вьетнамской стены, здесь есть фотографии. В августе прошлого года Джон Болтон, Йон Болтон и Уильям Тейлор, Уильям Тайлор, возложили к ней венки. Болтон тогда был советником Трампа по национальной безопасности, а Тейлор исполнял обязанности посла США на Украине. В ответ на его отставку Я написал пост в блоге и приложил их совместное фото у стены. Хотите видеть лицо Украины? Уверен, эта женщина разозлилась, что я ее фотографирую, и мне до сих пор неловко. Но фотография мне очень нравится. У нее чудесное лицо. В одно время со мной в Киев приехал Руди Джулиани, Руди Гиулиани. Мы не виделись. Он встречается с какими-то мутными типами. У себя в Нью-Йорке он таких за решетку сажал, сказал мне один человек. Да он на таких собаку съел. Добавил другой. Позвольте мне порекомендовать статью Мэттью Купфера, Маттеу Купфер, и Оксаны Гриценко из Киевпост под названием «Странный, стремительный взлет любимого украинского осведомителя Джулиани». Удивительный и поучительный одновременно. Еще я бы хотел процитировать статью Кристофера Миллера, через ТПР Миллер, из «Бусфейд», Джулиани, против которого возбуждено расследование на предмет нарушений федеральных законов о лоббировании, задался целью подорвать установку демократов на импичмент с помощью документального сериала на телеканале «Ани Америченеус Недворк», «Аань», который обеими руками за Трампа. Но судя по тем подозрительным лицам, с которыми он видится на Украине, результат он получит весьма сомнительный. «Я всего лишь юрист, и хочу доказать, что моего клиента подставили», – заверил Джулиани Фокс Ньюс. Как вы знаете, двух приятелей Джулиани недавно арестовали в Вашингтонском аэропорту имени Даллеса. Один из них владеет компанией под названием «Гарантия мошенничества», другой – «Ночным клубом мафиозная вечеринка». Кстати, в Киеве есть сеть ресторанов «Мафия». Я считаю, что Руди – это трагедия, как и вся эта тема в целом. Он был великим мэром, без пяти минут спаситель, как я писал когда-то. Как мэр Нью-Йорк он войдет в историю. Пример же, который он подает сейчас. Как бы это сказать? Спасибо, за внимание, дамы и господа, жду вас завтра в третьей части. Джейн Ордлингер, старший редактор Ньюэш Мулревью и научный сотрудник Института национального обозрения. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.